Всем привет, дорогие друзья! С вами Йорн, и сегодня интересный контент. Это не лютый призыв, это просто усиление аккаунта одного игрока, который мне написал и предоставил его накопление. Это кристаллы, а также угадайте, что Астрокарты 455. Ну и ник у него Holy Sin, переводится как Святой Грех, если с английского на русский. В общем, посмотрим, как ему будет вести, потому что будем собирать Лукрецию, Толену, а если ресурсы останутся, то бомбанем еще на одного героя. Получится такой очень интересный тройничок. Ну, не хочу забегать наперед, но желаю ему удачи, и также удачи моему пальчику, который будет все это тыкать и открывать. Давайте для начала покажу его гильдию, а потом начнем бомбить Астрозал. Да, надеюсь, ведьма сегодня добрая, и она нас отблагодарит за это. В общем, клан называется Хюрикен, и у него ID 101.294. В принципе, он полный, но если, допустим, вы хороший игрок, вы активный, я думаю, что они найдут какой-то неактив, его удалят, а вас возьмут. Так что пишите им в личку, и я думаю, с ними можно договориться. Тем более, ребята вроде как неплохие. Все, вот такая вот гильдия у Holy Sin. А теперь переходим с вами в таверну знати. Но для начала еще хотел посмотреть, может быть, другие накопления есть? Нет, свитки простые мы тратить не будем, то есть он просил не трогать. Хорошо, хорошо. Теперь смотрим по героям. Фракция небесных. Толена на легенде плюс, то есть еще получается 8 копий, и она получает белую рамку. А на Лукрецию надо целых 12 копий. Но Лукреция в приоритете. Хорошо, и еще хотел посмотреть. Башня короля, Дьявольская крепость, и сегодня можно проходить. Потому что я уже прошел тут пару этапов, и вот этот этап очень жесткий, и тут Эзиш один не вытягивает. Какую бы расстановку я тут не пробовал ставить. Поэтому как только мы Лукрецию подкачаем, мы пройдем до 195 этажа, А тут будет еще 5 Астракат. И их тоже, конечно же, откроем. Все, полетели, полетели. Таверна, знаете, Астрономический зал, и вот наша ведьма. Ну что, ведьма, давай, я даже пальчики скрестил, буду имя открывать. Пожалуйста, будь доброй, девочка. Первая копия, еще карта на могилу. Так, первый промах. Второй промах. Третий промах. Ну, пожалуйста, пожалуйста, есть, есть. Есть еще Лукреция и карта. Уже осталось 10 копий. Ну, давай, солнышко. Третья копия, друзья. Ништяк. 9 копий осталось. Ну, давай, давай, давай. Может, дабы еще упадет? Хочется, чтобы прям как вот стрельнануло, так стрельнануло. Может быть, трипл. Пока по одной. Еще одна Лукреция. Осталось 8 копий. Ну, солнышко, давай подольше покрутим. Хоть тут так все быстро моргает, но должно упасть. Так, это промахи, промахи. Карта на лес. Ну, давай, прошу тебя. Еще одна Лукреция. Отлично. Ну, почему нету даблов-то? Может, сверху вниз как-то надо крутануть? Так, и что мы тут видим? Карта на лесовичков. Это тоже дело все откроем. Ресурсы. 225 астрокарт осталось, друзья. Блин, ну... Где, где? Есть! Дабл, отлично! Отлично! Продолжаем. Давайте еще до одной Лукреции и быстренько все это дело качнем. Ну, солнышко, где ты? Есть! Еще один дабл! Офигеть! И карта на могилу! Блин! Два дабла? Неплохо. Неплохо. Надеюсь, так и будет продолжать, сыпать. Был бы вообще в самый раз. Так, вот оно на мифике. Тем более, на нее есть фулл сет. Сейчас тоже все, друзья, вам покажу. Отлично! То есть, еще три копии, и Лукреция будет готова. Ну, с учетом патча 1.68, там добавляют гравировку. Я это дело все так же обсудил. Кстати, с хозяином аккаунта. И он сказал, что пока нет. Пока звезды качать не будем. Главное, собрать героев просто на биорамку. Но, блин, то, что она неплохо, так неплохо уже у него качена, это бодренько. Вот, смотрите, тут весь фулл сет Т3. То есть, он заранее был прокачен. Вот так вот, друзья. Да, то есть, три копии, да, осталось. И у нас еще 135 астрокарт. Напоминаю, было 455. Ну, пожалуйста, давай. Давай, выпадай, хватит. Капец. Ну, жадина говядина. Ведьма, ведьма, давай, давай. Еще две. Еще две лукреции. Ну, пожалуйста, дабл. Ой, кушает так кушает, а. Капендос. Так, друзья, что могу сказать. У нас получается неполная сборка лукреции за 455 астрокарт. Не хватает одной копии. Ну, давайте попробуем такой лукреции пройти еще два этажа. Может быть, мы осилим уже с такой-то лукреции. Должны осилить. Правда, персоналочку ей надо было подкачать. Но я думаю, что на мифике плюс она уже будет гораздо сильнее. Карать будет жестче. И что-то она прям тает вообще. Ну, нет. Нет, вроде нормал. Да, уничтожили, уничтожили. Прошли, конечно, тоненького. 194-й и 195-й. Давайте сюда, наверное, поставим. Хотя, против Пипы тоже там бы можно было поставить. Не, ну, конечно, Элит Плюс в укреца не так тащит, как мифик Плюс. Там, конечно, и характеристики выше. И герой уже гораздо жестче. И 195-й, друзья. Так, ну, что могу сказать. Мы должны пройти этих могил. Получим еще 5 астрокарт. Может быть, крутанем. И сейчас еще упадет напоследок лукреция. Ну, а если нет, будем добивать уже за кристаллы. Я думал, что астрокарт уйдет меньше. Честно. Но все равно неплохо собрать такого героя. Она реально крутая. Тем более, уже можно ее бустануть сразу максимально. Я думал, он добьет там до двухсотых. Да. А у него эмблемы-то есть. Да, эмблем еще нету толком. Ну-ка, мифические. Давайте посмотрим. Мифические. А, ну, 425. То есть, в принципе, сейчас кидос на эмблемы, на простые, легендарные. Так что, я думаю, он быстро соберет. Давайте еще откроем эти карты. И Зольт, и Изабелла. И два корма. Также громилы-это скриат и лесники. Пипа, неплохо. И очень много корма. Ну, такое себе, друзья, да? И Люций. Ну, что могу сказать? Я не скажу, что я прям в восторге от этого выпадения. Люций получает одну звезду. Скриат тоже получает одну звезду. Изабелла. Ну, копии получает. А Пипа. Пипа у него уже качаная. Жалко, что не упал Раку. Если бы Раку упал, был бы вообще... Ну, было бы супер. Ладно, продолжаем. Давайте полетели дальше. 10 астрокарт. И тут Лукреция не падает. Ну, хорошо, что. Одна копия. Должна упасть в ближайшее время. Я тебя прошу, много не ешь. Ну, хватит жрать. Давай Лукрецию. Капец. Вот она упала. Все, Лукреция на белый. Давайте поздравим нашего Холесина. И сейчас мы с вами будем собирать Толену. Да, но Толену, конечно, мы тут много не насобираем. Как-то я ожидал другого от этого дропа. Ну, что сделаешь? Астразал, это еще тот фейл. Тут или падает, или толком нифига не падает. Получили карту на Лесников. Карту на Громил. Тут тоже нифига не упала. Ну, короче, жрет. Вот она, первая копия Толены. Еще одна. И будет уже, получается, герой собран на мифик. Сейчас мы посмотрим, как пойдет. Вот она, вторая копия. Ну, что-то вообще она не хочет ничего давать. Честно скажу. Ну, то, что Толена на мифике, это уже хорошо. Она качает персоналочку. Она будет гораздо бодрее. И я хочу посмотреть, призыв за три косаря у него есть. Да, у него есть призыв за три косаря, то есть откачать через 21 день. Я не знаю, стоит ли докручивать кристаллы на Толена, честно скажу. Вот, потому что у него есть еще не собранные герои. Допустим, та же самая Пегги. Громилы плюс-минус хорошо собранные. Раку можно докачать, в принципе, последнюю копию поймать, да, за три косаря. И он получит белую рамку. Это хороший вариант. Могилы, не знаю. Не знаю. Давайте я сейчас с ним поговорю. Хочет ли он эти кристаллы вставлять на призыв за три тысячи. И уже от этого будем отталкиваться. Короче, быстренько я тут вернулся. Мы обсудили с Холесином, какая у нас тут ситуевина. И поэтому мы будем до конца сливать все кристаллы в Острозал. Ну, что, друзья, давайте. Если еще дабы упадет, будет вообще ништяк. Три карты! Да хорош! Ну ты чего? Ну где Толена-то? Три гребаные карты. Ну, следующий призыв. Или через один точно должна быть Толена. Я думаю, тут она на подходе. Но то, что что-то прям Острозал сегодня вначале так хорошо давал, а потом остановился. Я немножко в шоке, друзья. Так, София и Кренчик. Это хороший дроп. Горво. Горво тоже нужен. И здесь падает корм. Это наша магичка. Ну, байская. Блин, ну как-то даже обидненько. Честно скажу. Очень обидненько. Я думаю, что упадет. Ну, ладно, что. Вот так вот мы собрали. Не знаю, пишите, как вам вообще этот призыв. Ну, Лукреция, конечно, дропалась хорошо, а Толена что-то вообще. И под конец Лукреция, конечно, тоже в Острозале съедал наши ресурсы, друзья. 413 уровень у него у героев. Лукреция есть. Надо качать. Срочно ей поднимать 9 из 9. И делать ей, конечно же, плюс 30. Давайте посмотрим, мебели есть. Если он просто ее заранее качал, я думаю, что, наверное, список желаний поставил ее по-любому. Давайте это запустим. За 60. А это пусть по таймеру откатывается. И хочу зайти на склад. Ну, да, есть бонус трех предметов. Вуаля. Это хорошо. То есть она уже будет гораздо сильнее. Ну, и там останется еще подкачать 6 предметов. Ну-ка, а карты красные есть? 5 штук. 5 штук, друзья. То есть, в принципе, все шансы Лукрецию сделать быстренько на 9 из 9. Ну, я бы, наверное, эти карты оставил бы, по возможности, наверное, на Мерлину. Мерлин очень крутой герой, когда он особо прокачан на 9 из 9. Ну, в принципе, так же, как и Лукреция. Ну, я думаю, что Холисин сам разберется. Давайте поставим побольше лайков этому видосу. Пожелаем ему удачи на 36.52. Он прям стремительно рвется на 37. Я вот где-то ниже нахожусь, потому что я фармлю и не тороплюсь. Вот. Но у него, видимо, на то есть причины. Все. До скорых встреч. Продолжение следует...